Айо, друзья, возвращаемся мы в уютную студию Майнкаста, микрофона по-прежнему Феникс и Дэйс. Ну, в общем-то, комплексити против фейс вчера достаточно досадно, да, для комплексити было Виталити проиграть, тем более там столь близкий нюк, максимально близкий и напряженный вертига был, там буквально доля секунды, наверное, отделяла их от возможной победы или допов. Ну, посмотрим, фейсы, на самом деле, вот вчера смотрелись наравне, да, по первым двум картам с БАГ, а БАГ, ну, без шансов против Виталити сегодня сыграли. Так что комплексити, ну, на фоне, вот, ну, должны тоже на класс повыше смотреться. Ну, знаешь, на фоне это одно, посмотрим, что же по итогу получится у нас у фейсова, вдруг папа Олаф еще немного потренировался и подсобрался, и, в общем, сейчас будет выдавать не просто, там, по два, по три минуса с дегла, а будет еще наказывать полноценно команду комплексити. Ну, вот, к примеру, вчера они даже поиздевались немного над БАГ. Каким образом поиздевались? Ну, вот, Олаф первую карту, вторую, по-моему, закончил на первых местах. Так, а в чем издевательство? В том, что Олаф не играл несколько месяцев. Так, ты видел, как он раздавал? Ну, так вот, и про то, что говорю, поиздевал. Такой Олаф, как бы, и Астралис бы закрывал вообще на изи, так что тут, как бы, ну, нельзя, нельзя. Ну, да, может быть, и тоже правда, но посмотрим, что по итогу получится. У нас пока небольшая задержка перед стартом. Как тебе новость последняя о том, что Рейн может? Уйти. Ну, Рейн у нас вообще зубр, да, фейз клан, он у истоков стоял еще под другим тегом. Ну, да, он с первого состава. G2 еще, да, по-моему, они назывались? Или Кингвин? Вот я не помню, если честно. Я думаю, чатик подскажет. Вот что-то из этого стиля было. Ну, и потом уже фейзы их подписали. Так, ну, ждем, друзья. Уже начало. У нас карты, как мы знаем, известные. У нас, первое, это будет разыграно нюк, далее мираж. Ну, кстати, нюк, первая карта интересна достаточно. Вчера фейзы, ну, классную атаку показали. Классную атаку. Они играли дефолтно, но надежно. Вот что самое главное, наверное, вот просто надежно сыграли. И это позволило Бейджи просто вперед ногами вынести по ходу второй половины. Ну, и с другой стороны, комплексити, которая, ну, не самый приятный дефенс. G2 Кингвин, подтверждает Шокер. G2 Кингвин, да. Написал. Слушай, я прям и G2 назвал, и Кингвин. Видишь? Все, все, все в памяти остается. Так вот. Спасибо Шокеру, значит, получается, за то, что поддержал нас инфой. Ну, и спасибо команду, что готовы начать ту самую игру, пистолетный раунд. И что по закупу защиты? Ну, там все по дефолт, Клзара на смоке и на пузах. Ну, и с другой стороны, прекрасная заставка. И больше внимания будет уже приковано именно к атаке, к их действиям. Будет ли у нас быстрый раунд от комплексити? Или же что-то вот медленное через улицу? Через занятия? Ну, пока что не будем гадать. Давайте уже, друзья, поближе к экранчикам. Зовите друзей, соседей и родственников. Просто всех смотреть, как комплексити рубиться будут с фейзами. У нас, друзья, игра на выживание. В общем-то, проигравший у нас шоу-даун выпадает. А вот победитель еще сыграет против Бейджи. И будет у него, в общем-то, еще шанс доказать свое первенство в этой группе. Так, ну и раунд, друзья, у нас начинается с распределения у нас опорников по плантам от фейз. Агрессия, кстати, на улице Попконка. Кирбай первую голову доставит. По своему датскому коллеге. Но, кстати, достаточно неплохо еще и Блейм. О, и как Пойзона не везет. Рейн подлавливает его на переходе под скрипы. Там Брокер разобрался с Блеймфом. Ну и в дальнейшем GKS тут уже мало что светит. Хотя Калзеру бы убить уже неплохо. Хотя нет. 5 в 0 выигрывает команда Фейс Класс. Фейс Класс. Фейс Класс. Фейс Класс. Все логично. Знаешь, оговорочка по Фрейду, но она четко сюда зашла. Так, ну пистолетка и правда здесь супер легкая получилась. У нас в своей комплексности даже особо там соперника не успели посмотреть. А как уже все отлетели по итогу. Так, ну и Форс Бай. Кстати, сразу от комплексности. Особо здесь медлить не стали. 4 тегла с Калзера для Пойзона. Коэффициенты, друзья, от паримача. 1.35 на первую карту на комплексности. 3.05 на Фейс Класс. Ну и, конечно, не забывайте про баннеры по трансляции. По которым вы можете получить плюс 100% бонуса к вашему депозиту. Ну видно, что тут Пойзон далеко не аккуратничает. Пойзон получает гол от Кирбая. Тут М4-4 на втором а-раунде. И сразу же С, которая попадает в голову. Лофмейстер на будке. Вот, по-моему, вчера Лофмейстер в другой позиции стоял. И как раз Кирбай был у нас на этой позиции. Ну и Броки здесь тоже отрезал. Замены произошли, но Лофмейстер вполне себе справляется. Нет, все же конфиг, который на себя забатил внимание, по итогу и добивает. Выманивал противника. 4-4 ситуация. Броки увидел передвижение под центром. Раш. Делается пуст. И тем временем Рейн все же добивает ГКСа. Продолжает жить конфиг. Раш попадает по оппоненту. И вот Кирбай – это главная проблема, которая не дает возможности расслабиться. Да, ну вот была бы еще ХЕ-шка в секретку. Там Броки бы уже отлетал. Но тем не менее у нас здесь патовая ситуация для комплекса. Террейн смещается под Мейн. Кирбай здесь также контролит вторым номером аутсайд. Раша пока что по головам пытается отыгрывать. И, кстати, успешно против Конфига. Раша также забирается. Таки с эски у нас Кирбай. Ну и Блейм. Последний против четверых остается. Да, есть два разномаженных. Но, опять-таки, здесь шансов крайне-крайне мало на подобный раунд в плане успеха. Блейм. Ну, парочку минусов еще раздать. Да, выбейте самые девайсы. Будет приятный момент. Но, опять-таки, здесь у нас должны перекрестку. Боис просто вступать. Ну, либо в соло выпад от Кирбая. Должен тайминг садить. Там все же Рейн, Кирбай и такой кроссфайр нереально одолеть. Но тот пытается. Агрессирует. 20 секунд. Не хочет уходить без фрага в данном раунде. Ну и все же попадает по одному, по второму. Но, к сожалению, добить так и не смог, подбирая скаут. И тут уже в средстве Калзара включается, спину уничтожает. 2-0. 2-0. Пока что отличный старт от фейс. Одной комплексности, видимо, понадобится еще времени. Немножко, чтобы подраскачаться в свои атаки. Как минимум экономику набрать. Фейсы, вот если на первых двух картах будут себя чувствовать комфортно за сторону атаки и наберут при этом раундов 8 хотя бы в диффенсе, то мне стоит переживать, наверное, как и всем остальным фанатам за комплексности. Потому что я тут перед матчем говорил, что комплексности, скорее всего, должны закрывать. Причем, скорее всего, со счетом 2-0. Но если фейс навяжут отличную борьбу, я буду этому только рад. Ну, с немцами они вчера крайне уверенно сыграли. И как бы сейчас на 2-0 рассчитывать будет, скорее всего, неправильно. Ведь начинаем с нюка, на котором было у нас уже 16-9. Для фейс-клана в первом матче с лофмейстром. Ну и, следовательно, команда комплексности подготовила раунд под рампу. Теки на руках. Там вот противостоять может только Калдзера. Но вот Калдзер явно не тот девайс, который пережмет абсолютно всех. Но может быть фраг 2. Ну а дальше в голову. Хотя нет 2-го и 3-го и 4-го. Давай, Диггл берет в руки. Но вот его не справляется. Пойзон. Хороший ответ. Трейн решил у нас разменяться. Но вот по итогу еще и так вот отвел прицел влево. Видим, что с блэймом уже тиммейт доработал. А я чуть не поверил Калдзеру. Да, он еще по 4-му втопил. В общем, все хорошо, что хорошо кончается для фейс-клана. 3-0 те фавориты пока что. АВП появилось у Броуки. Тут же, наверное, уйдет и куда-нибудь по центру. Ну вот помнишь, вчера команда фейс-клана в защите за счет двух снайперских девайсов удивляла БИГ? У нас Калдзера в одно время взял себе под рампу. Ну и там все было у него прекрасно. Может быть сейчас та же схема будет через несколько раундов. Ну посмотрим, посмотрим, насколько у нас фейзы будут активно с амперскими токами передвигаться. Хочется, наверное, увидеть агрессию под аутсайд. Да, там агрессивные пропики. В принципе, за красной спрятаться. Помансовать там еще можно. Ну и особенно, если это будет под прикрытием от тиммейта с ангара. Вот почему кирбай на улице. Потому что вот кирбай как раз таки вчера и поджимался под красный больше всех. У него получалось играть на поджимах. Иногда даже в паре с Броки они это делали. Так, ну и сейчас радио у нас GKS занимает. На рампах у нас остается все так же Марселла Дэвид. Отличный трипл килл в раунде предыдущем он выдал. Но сейчас попытается свой успех повторить. А возможно даже сыграть лучше. Броки минус 33 хп. Прострел где-то по себе споймал. Так, ну и медленно комплексы типа дрампы будут открываться. Так, ну там колдзера в соло. Хотя вот хелпа от Броки не заставит себя долго ждать. Хотя перемещается тут на девятку колдзера. На пикселе его уже готовы прицеплять. И колдзера просто левает на вилл. Броки, кстати, вроде как должен успевать. И в этом моменте его поджимают. И он это читает. Но там вот Эблейм на улице. Погибает от Броки. Не ту позицию выбрал себе для прочего-снайпера. А Вильям-то рядышком. Но, к сожалению, пока зацепится. Трудно, но вот Броки делает ошибку в стрельбе. Небольшой брак по стрельбе, конечно же, дается в знаки. Теперь уже трип-три. И при этом комплексе на 30-й секунде продолжает выходить по дак, где находится Рейн. И вот Рейн-то крайне уверенно смотрится со стороны. Пока опорник делает минус по поезду. Но Раша убирает кирбай. Последний конфиг. И вот конфигу предстоит не просто задача выйти на сайт. Еще и бомбу забрать. Но вот и Рейн много смещался. По итогу оказался слепой в зоне конфига. 4-0, фейс-клан. Супер уверенное начало. В принципе, они против Бейджи тоже. Там диффенс 4-1 или 4-2 начинали. Но, тем не менее, вот чтобы настолько идеально и филигранно действовали у нас фейзы. Это прям радует. Работа над ошибками явно проделана. Ну и сейчас в комплексе все не доходит даже до постановки плента. Ну и приходится им отыгрывать на пистолетах. Поскольку лос-бонуса недостаточно. Для того, чтобы перезакупаться. Но с поездом раскидку аутсайда готовит. Тиммейт в этом его, конечно же, поддерживает. Там Олик пока что. Также на заранее уже был положен от фейс. Пять дымов на секундочку прилетает на центр. Там прям дуга целая. Но по итогу эти же дыма никак не используются. Команда комплекса тебя ступает под лобби. Окей. Ну а там встреча с колдзером. Есть уже опыт у колдзера как принимать. Тут и оружие будет явно получше. Но как знаешь, оно обычно бывает. С хуже оружием ты убиваешь много. А вот с коллажом отлетаешь от одной пульки конфига. Ну и вот халявный девайс. Броки не попадает вновь. Но вот со снайперской винтовкой ФК не заряжен игрок в защиту. Рейн разбивает раша. Ну и вот насколько я понимаю, команда комплекса тебя вполне реально может даже поставить бомбит, что крепить экономику. Но вот Рейн. Нет, тот все же в линию покосил двоих. Ну и конфигу еще предоставилось можно все там забрать. В общем, Blame F забирают у Олафа. А как так получается, что вот Лофмейстер М4А4 подарил шанс? Ну вот много экономики со старта выбивают все же комплекса. Это явно играет на руку. Так, ну и сейчас Blame еще попытается у нас этот раунд все-таки выиграть. 40 секунд на таймере остается. Blame подходит в близкую. Вот право прочекает ли. Рейна забирает буквально при фаером, но свапается на гранату. Ну и за это был наказан. Вот в этом моменте. Загрузи уверенность, покажи свой ультра скил. Мощные клатчи затащат свежесть от Нивея Мэн Ультра. Но, увы, для Blame не получился. Классный клатч. И 2.35 коэффициент на команду комплексти. 1.55 фейс клан. Ну, посмотрим. Там на андер достаточно низкий кэфф. То есть верят, что действительно калиточная может быть. Ну, окей. Ладно, поглядим, друзья. У нас 0.5 пока что по старту. Комплексти теперь закупаются через раз. Для Бойзона появляется снайпская винтовка. Ну и Броки в противовес также готов действовать. Выключает уже Blame. Бойзон вторым пропиком. Тут Броки, кстати, можно было подловить, но упустил тайминг. Броки пробрасывает еще зажигательную гранату под красной. Ну и Бойзон действует весьма аккуратно. Бойзон еще в зажигательном коктейле подгорает. Ну и фейзы. Фейзы пока что железобетонный диффенс собирается нам показывать и в дальнейшем. Правда, проходит у нас конфиг под удары. Здесь Кирбай без минуса остается. Раши его перестреливают. Два дамаженных у нас игрока комплексти остается. Ну и зря, конечно, Кирбай не отошел по девятку. Ведь, во-первых, мог бы занять безопасную позицию. Во-вторых, не пропустить себе и команде в спину. А так-то Раш оказывается действительно на девяти. Тем временем у нас вообще волевое решение от фейс-клан. Выбивание под лобби. Конечно же, с двух сторон. Ну тут все чисто. Олфмейстер может возвращаться. Рейн пока играет нас за троном. Ну и вот флешка под плент. Уже явно каковы намерения комплексти. Конфиг вырубает Рейна, погибает Раш. Ну вот самую опасную позицию убрали. Все же GKS также закрывает Олф. Ну и Конфиг, который открывается, видит линию. Но, увы, Калдзера на размене. Один в один момент. Поизон, всего лишь 17 хп, есть и гранаты. У него авик, у него авик здесь. Тут можно пытаться определенно. Но вот Калдзера круто мансит. И Поизон, АВП. Ну вот пока с разных сторон. Все же кто кого первее увидит. А там Калдзера. Стрейф влево, покороны. Выстрел в голову. Да и втопил от души для того, чтобы убедиться в том, что лежит Поизон. А, еще и с АВП пострелял. Ну так, на будущее, чтобы знал. Он просто издевается. Кибербуллинг, друзья, у нас здесь происходит. Это рачлененка. Слушай, ну, Калдзера красавчик. Здесь раунд выигрывает. Шестой для Фейс Клан к ряду. Ну и пока что по старту Фейс, ну даже не дует повода в себе усомниться, я бы сказал. Ну, с другой стороны, Комплексити много девайса выбивает, да. И той самой железной экономики у нас не остается для Фейс. В случае поражения могут там Илья Майка выйти потенциально. Так что здесь Комплексити ни в коем случае нельзя опускать руки. Надо действовать в таком же ключе. Правда, раунды бы еще запирать. Так, ну и перезакупается, да, Комплексити. У нас здесь два Галила, три Калаша присутствуют. Ну и такое впечатление, что мы смотрим не за Фейс Клан, которые с Олофом играют после инактива, а за командой, знаешь, которая вот уже на протяжении нескольких месяцев показывает такие же результаты, очень спокойно, без нервов они обыгрывают Комплексити. Броки, выстрел, приходится по конкурсу, по второму не залетает, но тут трои на прикрытие. Отличная поддержка. Офмейстер еще, конечно же, вносит свой лепту в раунд, но там GKS отвечает по Броки и подсайтом. А была бы возможность вставить бомбу, но вот бомбу-то забыли, Калзара на контроль, но вот Калзар и Олфмейстер уже не везет, получает по корпусу несеместимую жизнью полю дамеджа. А что Кирбай сможет по итогу? Ведь Аук на руках и для борьбы на ближних дистанциях этого может не хватить. Ну Кярби может здесь на самом деле неплохо еще сыграть, правда Блейм вот его контролит до последнего, GKS у нас плен будет устанавливать, ну и Блейм, да, дожидается у нас прорыва через мейн, смачок вот-вот развеется, Кирбай, вот здесь надо отрезать, да, по одному, GKS обидит, спину забирает, 1 на 1 остается, Маркус, ХАЕшка есть, но там фуловый у нас Блейм, поэтому в любом случае критического урона здесь бы ему не нанесло. Так, ну Кирбай, граната более не осталась, возможно где-то в планете еще удастся что-то подобрать, но вот конкретно сейчас нам проход под Блейма. Надо тушить Блейма, надо выходить до конца, я думаю, что Кирбай читает определенную позицию противника, хотя сейчас тут уже и не уверенно, пока попытка до клюзует и позабыли, но и все же Блейма забирает оставшегося защитника, первый раунд для комплекции, но прям на тоненьком. Конечно же GKS выручил, очень своевременно по сайтам убрал защитника, ну и вот вывели все на ситуацию 2 в 1, а ведь поначалу-то они отваливались, там вот было просто масса убийств, да, у нас 3 в 2, оставались фейзы, но и тем не менее, вот та самая экономика, которую я ранее упоминал, сейчас у фейз идет ко дну, просто 5 диглов остается на руках, и в серии 6 раундов, ну как бы денег нет, окей, у нас комплексити доказывают, что все-таки близкий плейстайл не действует сейчас с фейзами, и можно сейчас выводить это все на более адекватный счет для атаки, но опять-таки я вспоминаю игру вчера против Виталити, там у комплексити в защите, но проблемки явно были, там Виталити достаточно много раундов еще за атаку набрали, и камбэкали у нас вообще по итогу с счета 5-0, по-моему. Это была первая карта? Первая карта. Да, тогда еще смесут. Ну, допустим, тут определенно, что есть у нас куча заготовок еще в наличии, все это можно использовать, но вот не читается, скорее всего, игрок под скрипами, там вот на своей незаменимой сигнатурной позиции в Роке, но все же согнали его Молотовым. Хорошо, что выжгли опасную позицию, но вот будет ли продолжение под ангаром, там вот очень круто монсит кирба, и нет, все же был замечен, конфиг дорабатывает игрока на ближней позиции, раш, надо врываться, а может быть не стоит под девятку, как в былые времена, но там вот и под девяткой у нас заготовочка Калдзера, ну и тому не идет, знаешь, заготовка не сыграла. Хорошую позицию защиты, тут же они погибают. Печально пока раунд идет для фейс-клан, но все еще можно будет перевернуть, все же деглы, помнишь, вот вчера они, по-моему, мы три забрали на одной из карп. На Мираже, на Мираже, по-моему, они очень много брали. А Олаф вообще один в три закрывал, так что все еще может быть. Так, ну, все еще может быть, у нас выезд 1-6 ведут вообще, поэтому для них-то все отлично сейчас. Именно в этом раунде имелось в виду, но так команда комплексти разваливает то самое трио. Ну, это всего лишь был у нас раунд с пистолетами, сейчас еще один, но уже чуть похуже пистиками, ну, а дальше следует полноценный закуп. Ну, и вот давай внимательно наблюдать и акцентировать внимание все же на деньгах. Кербай 4-400, а Калзера 2-400. Плюс хороший лосс-бонус, будет ли 2 АВП? Посмотрим, насколько это станет ультимативным решением и насколько это необходимо для фейсов. Ну, в принципе, Калзеру, да, там, под рампами оставить с авиком. И все, спокойно играем себе. И позиция закрыта. А, и мид. Это однозначно. Так, у нас здесь так под улицей. Этот фейс-клан попытается парочку девайсов от себя выбить. В то же время GKS на Б. Да, уже шерстит под базой Б. Ну, да, кинно вычисляет. Правда, вот некого тут особо-то и переприверять. Все противники находятся у нас очень-то рекорд относительно Б-сайда. По девятке Блэмф, по-моему, увидел передвижение на улице. Ну, вот, не знаю, это количество. Так, Полов даже попал, по-моему. Блэм тут еле живой, 2 хп. Ну, я думаю, что максимум для фейс-клан это убить двоих-трех игроков, забрать девайс и отправиться на сейв. То есть, и вот за счет этого, как раз таки, можно будет взять себе еще 2 хп и чувствовать по экономике свою силу. Блэмф, вчера ты с этой позиции много убивал, сейчас одного похоронил и тут же получил ответный от Калдзера. А что-то у нас на руках, тут только был Галил. Да, ну и Галил, кстати, можно подсейвить для Маркуса, почему бы и нет, а вот остальные юспы должны идти явно здесь на эксид фраги, поработать. Для Маркуса не будет. Маркус, гербай. А где он его будет на аутсайде использовать? Галил? На аутсайде. То есть, он предпочтительнее играет нас вообще с Аугом даже. Ему там удобнее. Ну, дропнет, возможно, тиммейт, без разницы, но сейвит его. Да, нет, просто может, ты имеешь в виду, чтобы он играл с ним. Начинаю уже сразу мыслить в планах, где же можно это будет переиграть. Ну, скорее всего, выгоднее пода поставить, допустим, Лофмайстру на бутки отдать. Там действительно реализовать можно по максимуму. Ну, а так, 3 раунда, ответ от комплексти серии. И очень как-то быстро, знаешь, вот казалось бы, что фейс-клан забирают 6 подряд, там должна быть экономика. Но их перестреливали. То есть, все сводилось на складчем и как бы сейчас ситуация будет не лучше. Один проиграли, отлетают на следующем. Придется сложно, но комплексы имеют все шансы, в общем-то, чтобы вернуться сейчас на эту карту. Как и коэффициенты, друзья, от перематча уже в пользу комплексы. 1.75 на них и на фейс-клан 2.01. И, друзья, не забывайте, кстати, про мерч от винстрайк. Обязательно переходите по баннерам под трансляции и покупайте топовые вещи. Так, GKS, друзья, у нас врывается быстрый урыв под аплэнд. Здесь под свою же флэш. Клэхмейстер погибает за плэндом. Девятка также не сыграла. Ну и, в общем-то, здесь можно уже уходить на сейв для призов. Да, здесь шансов, на самом деле, нет. Рейна это понимает сразу, что с мейн ретируется, как можно дальше. Но все же был поздний молотов. И это, конечно же, предрешило немного исход по раунду. Ну а так, Blame F еще и пошел на поиски. План перехват. Кербай. Ой, какая невыгодная перестрелка. Ну, тут даже не успеваю среагировать. Еще одного голова отлетает от фейс. И вот куда теперь идти? Фейс-клан, знаешь, вот, казалось бы, хорошо начинали. И такое чувство, что вот та же игра, но теперь с другой стороны. Комплексити. Такая же уверенная. И стрельба заходит, и позиции хорошие. Пойзы оказываются. Ну, в принципе, два девайса подсейвят. Там Рейна 2000 будет еще на дроп. Ну, вряд ли, наверное, будут, конечно, перезакупаться. Но, с другой стороны, там пару пистолетов добрать, и, возможно, еще что-то получится. GKS, кстати, погибает по итогу от взрыва бомбы. Ну и комплексити. Отвечает серия на серию. Уже четыре раунда подряд для себя забирают. И, возможно, это только начало. У нас пути комплексити. На этой карте, кстати, наверное, стоит освежить немножко память, как у нас вчера с Виталити сыграли комплексити. Если посудить чисто по сторонам. Ну да, в тот тем временем у нас еще будет спокойный раунд. Два девайса, которые есть в наличии у Фейс Клан, отыграют максимум кратно для того, чтобы, в случае чего, повторно их же оставить на будущее. Слушай, ну, восемь атаки комплексити брали. Этого все равно не хватило, чтобы забирать, закрыть. Настолько у них плоха вчера была защита, по сравнению с атакой французов. Учитывая, что мы вчера видели от фейзов против бегов, да? Да, хорошую атаку, безупречную. В общем-то, может здесь одно и другое найти, в принципе, для Фейс Клан еще. При том, что, знаешь, был тоже у нас счет такой себе противный, по-моему, вот 9-6. По итогу первой половины, что-то вроде этого. Потом Бейджи забрали вторую пистолетку, выиграли еще два раунда. И тогда, как Фейс Клан включились, таких уже никто не выключил. 7-8 первая половина и 2-8 потом уже по ходу второй в атаке. Так, начинается, друзья, наш раунд с энтри по комплексити. Раздамажили еще и позиона попутно. Ну и, в общем-то, здесь Фейс Клан чувствует свою доминацию. Рейн скрывает плейма конфиг, перестреливает кирбая. Ну вот, спина от Олафа может сейчас очень много и баг донести. Пойзон отлетает 100%. Ой-ой-ой, как Олаф мейстер, что? Он начал жать просто. Вместо того, чтобы по пулечке, тем временем Рейн убивает уже конфига, баг дает поизон и последний GKS. Вот тебе первый рот дважды за раунд. GKS продолжит, предположительно, через мейн. И, ну, окей, знаешь, тут еще 1 в 3 можно исправить, ведь Супроки-то еле живой, но все же Калзаро в спине и команда Фейс Клан выигрывает раунд с двумя девайсами. Три пистолета без арморов, без гранат. Команда Фейс Клан берет раунд. Найс трай, Олаф просто. Если резюмировать вообще начало карты нюк, тут, знаешь, есть какой-то такой выключатель у одних и у вторых. И кто-то вот дергает постоянно. По очереди, по очереди, да, здесь получается у нас. Ну, слушай, но Фейзы все-таки прервали, да, тут винстрик. Вот комплекс. Сейчас раунд ЭКа с парочкой девайсов все-таки забирают. И посмотри на раскидку, которую у Фейс присутствует. Просто все гранаты, денег тоже в полном объеме хватит. Аналогичные комплексы. Да, комплексы все точно так же. Поэтому здесь, ну, самый что ни на есть фулл бай раунд. Мы сейчас посмотрим. Так, блэйм. За красным пока что мансует в ожидании подкушу через секретку. У нас комплексы все так же действуют через улицу. Просто смоки кладут и будут нырять под токсик. Так, ну и Рейн с девятки действует на самом деле весьма небрежно. Ситуация, то есть потенциально там, если буст был бы он смоком, то Рейна бы здесь включали. Но все же этот буст делает комплексы крайне редко. И Рейн явно угадывает по передвижению противника. Видит всю движуху на мейне, куча информации. Но следующий мув был слишком предсказуемый. Познан определено законтрил. Тут брокер включает по конфигу. Запечатывает смоком выход из-под будки. Еще один молотов. И отмена для комплексы. Те отступают, но отступают в сторону бэпланта. А там как раз таки у нас уже блэймэп прожал. И я не вижу особо там, за исключением Кирбая, защитника. Вообще никаких попыток не предпринимается вернуться под нижний сайт. Там еще и Калдзера собрал инфу. Вроде как пора. Ой, GKS, какой тайминг Броуки отлетает. А вот не было же информации по Сквике. Почему вот так вот с одной сыграл? И GKS еще наказывает Калдзеру. Неудача за неудачей для войсов. Ну и Кирбай. А что это такое? А что это такое, комплексти? По одному просто, нафигили. Безупречная стрельба. Ребятки. Да, ну и комплекс эти красавчики. С другой стороны, все-таки раунд отцепляют обратно для себя. Ну и 5-7 у нас деньги, как мы уже упоминали, у Фейс остаются. Но опять-таки хочется более структурированно, чтобы Фейс действовали. Они вот так вот открывались по одному. В попытке просто найти свою дуэль. Так, ну и перезакупается. Перезакупается Фейзы у нас, авик для Броки. Все так же остается. По девайсам тоже у остальных ребят все круто. А Блейм ловит уже по себе неплохой дамаг по старту. Там минус 48. Так, ну и Фейзы. Хочется увидеть агрессию под улицу адекватную, но ее пока что почему-то не присутствует. Чирбай как будто, знаешь, опасается поджать. Ну, стоит отметить, что Броки чаще всего играет у нас под скрипами. И у Броки не получается, даже ему не получается, даже с АВП, с тем девайсом, с которым он может убивать, находить минуса за красным. То есть обычно все команда комплексти держит под контролем. Ну и тут, может быть, та концепция защиты, которую выбрали против комплексти, будет действительно выгоднее без поджимов. Ну, а вот Фейзы взяли 7 раундов. И мы помним, какая атака. То есть, может быть, число 8-7 и этого вполне хватает. Будем смотреть. На самом деле, я просто сейчас более чем уверен, что комплексти в сегодняшнем дне должны подойти с большей ответственностью к своему диффенсу. Да, ну и тем более против Фейзов. Ну, не знаю, вчера просто Беги очень странно смотрелись. Вот, как бы, Фейзы молодцы, это безусловно, но Беги просто, ну, как-то слишком разрозненно, что ли, действовали. И вот комплексти могут быть в пулл-фокусе. Ну, не было Санергии, это правда. Уже не позволят такие больности для Фейз. Конфиг, Скирбайм, пока что по размену делает. Маркус, два минуса оформляет, но все-таки конфиг прорывает. Заплантал, вот, почему-то слишком пассивно действует снайпер с девятки. Вот Бойзона забирает, минус бомба. Броки пока что отгородили его сжигательной гранатой. Броки, Броки, Броки успевает. Блиц, оно промахивается и дропается просто на пол у нас конфиг. Ой, тут еще был не конец, и все же Калдзера попытался, но увы, не добивает Блеймэфа. 9 хп выживает, игрок комплексти, да еще и АВП уносит с собой. А что произошло Броки? Вот он решил по зумам лупануть, но, увы, ошибся. Он хотел, может, раздавить, я не знаю, спрыгнул с девятки. С собой? Ну да. Весом? Если бы это так работало в Counter-Strike. Не знаю, по-другому, ну просто... Промахнулся. Да. И, в общем-то, на этом уже поплыли. Так, коэффициенты, друзья, при матче. У нас 1.77 на over 27.5 и на under 1.97. Так, ну тут пока важно, что же Фейс Клан смогут перевернуть с деглами или не перевернуть Броки пока на ЮСПе. Не стреляется, в принципе, ровно так же. И тиммейт уходит с Калдзерой. Шифруется. Но, как бы, комплексити-то ковыряют и рано или поздно распечатают Калдзеру. Ну там от Калдзера требуется всего лишь 2 фрага. И этого уже достаточно. Тут убирает Раша, тут же смещается подальше. Увы, тиммейта застопил Броки. Дико орет Тинспик. Калдзера падает. И Алоф Кмейстер пока не вносит своего импакта. Странно. И очень странно то, что вот так вот. Вновь-таки без взаимовыгоды. Смещались у нас защитники под Б. Так, Алоф под Аквариум ныряет. Ну здесь парочку минусов, наверное, фейс хотелось бы еще оформить. Но все-таки не будем забывать, что у нас в комплексите вчетвером уже под базой будут находиться. Поэтому эта задача явно усложняется. Алоф Кмейстер пытается еще дуэлиться до конца. Рейн вторым номером так же открывается. Но пользу на кстати можно потенциально забрать. 14 п остается, да. Вообще голову финальным выстрелом ему ставят. Рейн перезаряжается. Ну, за авиком уже явно не успевает. Засейвить Армор. Ну, в принципе, почему бы и нет. Хотя, возможно, пусклик еще зайдет и там в какой-то неожиданной позиции сумеет. А можно приумножать. Ведь пока Рейн у нас праг-лидер среди команды. Забивает леймэфа и открывается на конфига. Но там уже все было четно. Всем-всем паритет, комплексити, молодцы. Они возвращаются в игру. Но вновь-таки, знаешь, тут пока сложно студить. Но мы помним, ты говорил уже, по-моему, по поводу защиты комплексити, да? Ну да, что там тоже не все так однозначно. И при этом атака. Пойзов. Ну, один раунд. Еще один раунд есть. Кто себе его возьмет в розапас? Так, что же, откидывается дверь сразу же. Много огня и даже смогли прожечь будку. А будут ли выходить окончательно? Ровно да. Аль-Лофмейстер. Минус по GKS. Падает Лофмейстер. Там же подключается Рейн. Топит. Но только вот по конфигу залетело. Брокис АВП. Уже двойное убийство. И поезд последний. Также снайперская винтовка находится за винтом. Есть вся необъективная информация. И можно теперь его банально прошить. Но там Калдзера. Тут все на чеку. Фейсклан должны забирать восьмой. В общем, победа на первой стороне за ними. Да, но хоть и с минимальным отремом. Но опять-таки здесь со счета 6-0 доиграть до 7-8 для комплексити смотрится как феноменальный результат. Вернулись максимально в эту половину. В атаке не более забрать 7 раундов это уже достойно. И вот по ходу второй части этой карты. Ну, пока что не знаю. Делать какие-то предикты, наверное, будет пока что странно. Потому что у нас вроде бы и фейсы из-за защиты неплохо начали. Чего вчера столь уверенного не было. Ну и в атаке, может быть, повторять и правда свой успех. Друзья, у нас здесь повторы самых сочных моментов. Слушай, давай чатик спросим. Давай спросим чатик. А че? А кто у нас заберет первую карту, с каким счетом? Давайте предикты. Просто предикты. Ключится ли All of Master, сколько фрагов у нас. Давай мы сделаем свои предикты. И чат предложит свои варианты. Я скажу, кто-то больше будет. Нет, ну ты назми точный счет. Твоим мнением. Хорошо, не скажу, в чью пользу. Давай пусть будет 16-12. Я скажу 16-13. Но в пользу команды FICE. Окей. Поехали. И, конечно же, мы за это ничего не получим. Ровно так же, как и Чат. Слушай, ну зато забавно. Ну зато забавно, да. Я вот правильно сказал. А я знал. Да. Так. Вторая половина, друзья, уже вот-вот подоспеет. Да, друзья, не забывайте, что этот матч у нас на вылет. Поэтому несет огромную ответственность для любого из коллективов. Максимум усилий должны были здесь прилагать. Комплексити вообще вчера должны были все-таки победителями, наверное, выходить. Против Виталити они там 5-10 ввели по ходу даже 5-11. По-моему, да, он был счет. Не только пистолет, но забрали. Просто просуслили. Против Виталити. Нет, не забрали. Был счет 7-10. Потом взяли еще один бай. 7-11. Вот да. 7-11 против Комплексити ввели. Потом довели это все дело даже до счета 14-11. 14-12. Это так точно было. Но, тем не менее, этого было недостаточно, чтобы на Вертиго одолеть французов. Сегодня придется в матче уже Десайдере сражаться. А вот в изы, ну, видно, что тоже заряжены, на самом деле, даже после ухода Нико. Ну, пособраннее, чем вчера. Я вот, знаешь, смотрю часто за вебками и прям по эмоциям даже, что они сосредоточены. Молов без орешков просто. Как-то реально он без орешков, спокойно, без баночки какой-то жидкости. Просто играет. И вот видно, даже когда он не убивает, видно, что он расстраивается. То есть ему важно сейчас выиграть. Значит, вот для команды Фейс не хочется вылетать и определенно только вперед. Ну и две машины, друзья, у нас на карте. Это Конфиг и Рейн. По 120 АДР уже настреляли. Достаточно высокий показатель. Ну, Пойзона пока не хватает больше всех, наверное. Ну и Олфмейстер тоже выключен. 4.12, там 4.11. Пойзон Олфмейстер соответственно. Да, на Кита еще на наших экранах тренер комплексити. Отыгрывал, кстати, он заменой. Вот как раз... Когда оба не было. Да-да-да. Они на квалификации к Дримхаку играли. Открыва судьба оба? Ну, пока нет, на самом деле, полномерный. Возможно, там в Джинджи, кстати, понадобятся игроки. Там как раз... Они же хотели укомплектовать с игроками из Ван Хан Гритивс, да? Вот, возможно, еще и оба пригодятся. Почему бы и нет? Ну, там надо смотреть просто по ролям. Я не помню, честно говоря, что там по инсайдам. Но уже слух прошел, потому что вот заинтересованы. Так, ну и пистолет, друзья, вторая начинается. У нас атака по язык. Вчера демонстрировали, правда, молниеносную атаку. Ну и комплексити. Вот насколько они сделали ту самую работу над ошибками. Вот Олаф. Он будет сейчас, наверное, убивать спину проходящих на винты. Олаф просто 4-12. Все хорошо, команда ведет. Ну, подожди, сейчас будет у нас проход в скрипт. И Олафа будет возможность для того, чтобы убивать уже перетягивающихся игроков на нижний сайт. Хотя тут не все так прозаично. Ведь один проскакивает, а три двигаются у мэн. И все же по дабой же формирует команда Фейс Клан. Рейн забивает конфига. Там же падает Пойзон. И команда Фейс Клан вырубает еще Раша под плентом. Ну, в общем, они смогли захватить сайт. И тут уже никакая сила сверху, снизу не поможет коллективу комплексити выбить. Ну, может быть, несколько фрагов для удовольствия. Но и то не получается у Блэймэфа. Последний же GKS на девятке. По-моему, информация прошла. Да, теперь уже наверняка. После фрага по Калдзера. Так, GKS, друзья. Последний про четверых остается. Так, GKS. Чекает еще и мэйн. Ну, в принципе, да, здесь пистолетка явно предрешена уже по итогу. Поэтому просто ждем ее окончания. Ну и комплексити. Комплексити допускает все-таки прорыв вперед от Фейс. Но вот будет ли Форсбай сейчас от них разыгран? Или же сыграет Эка, и потом будет фулл закупка? Чтобы не попадать в ту самую долговую яму, в которую они вчера оказались против Виталити. и там слишком далеко пришлось своих соперников отпускать. Так, Рейн. Поздор от него. Ну, кстати, Рейн, правда, себя чувствует здесь весьма комфортно на карте. 1.4 комплексити и тем временем Фейс 2.8. Ну, скажем так, не заслуженно, как по мне. То есть вот Фейс, они выглядят пока явно сильнее. Но тут раунд серьезной комплексити, все же диглы, юнги и скаут. Слушай, но дефенс, дефенс, это комплексити все-таки. Ну да, конечно. Ваш выбор, вы должны показывать просто хороший результат в защите. И заметь, по минимуму гранат, но зато раз, два, три, три касочки. Да, понимать, что здесь калаши вряд ли будут Фейзы все себе приобретать. А вот против того же Мактена явно пригодится. Да, и Галил особо не увольняет. Так что, определенно, правда. А Молотов пробрасывается на скрипт. Тут дымовая завеса. И что ли идею от Фейзова повторить. Столетный раунд, но тут уже хитрость может и не сработать. Все же Кирбай уходит далеко. Тут за ним вслед и Калзера передвигается вместе с бомбой. И еще один дым. Тот самый, о котором я вчера говорил. Отсекающий сквики. Так, Пойзон. Пытается пока что проверять у нас полностью улицу через Хеллбурт. Там, кстати, смачки-то закончились. Пойзы вот, знаешь, смаки кончились. Самое время уходить, Пойзон! Ой-ой-ой, как же жестко вешает сейчас по Рейну. Перемещается сразу на девятку. Пойзон Ангар также чекает. У нас Брокия тут открывается. Пойзон попадает по Брокии. Я вот вспоминаю вчера момент от Пойзона. Там скал, ты просто троих, по-моему, на улице забрал. И вот сейчас пытается повторить свой успех явно. Кирбай под секреткой все так же остается. Дожидается под пуша через Токсик. ГКС, кстати, уже, пожалуй, прожжал под радио. Ну и выход от Фейсклана может под аплент завершиться. ГКС в спине. Да, ГКС в спине. Вот к этому я и хотел привести. Но Ловмейстер, разворот-поворот делает. Тем временем у нас Раш забирает голову Калдзерры. Три в три ситуации. За помощь двое игроков Комплексити отыгрывает. Они проверили последнего. Конфиг просто принимает одну голову. Кирбая пытается закрыть его 5 секунд. На таймере остается и времени... А хватит ли? Не хватает. Хватает, хватает. Как раз в упор, по-моему. Нет. Нет, нет. Ноль одна секунда какая-то отделила. Он на три с чем-то там начал только ставить. Мне показалось, что как раз на четвертой. И знаешь, в чем самая беда? Это Броки, который запрогивал сайт. Просто вот с бомбой. Там встреча глазами произошла и только. Но печально то, что Броки у нас вот так вот поспешил. Это реально решило исход раунда. А кто у нас там, кстати, с Бутки-то настреливал? Сейчас даже с Курбота, наверное, стоит досмотреть. Вот одного забрал, а дальше не проверил. Не ждал здесь двоих в этой ситуации. И это стало ключевым уже фактором. Это как раз у нас Олафмейстер на фармилке был. И ливнул сразу обратно. За это, в общем-то, он только двоих его тиммейта... Ну, его и его тиммейта забрал. Но и Кирбай уже просто не успел... Смотри на поезда. ...долю секунды. Так, а вот и восьмой. Для комплекса, кстати, такая вот нежданная ответка прилетает. Ну, а сейчас Фейс смогут ответить теми же пистолетами. Но вот, все же, знаешь, защите выгоднее играть там на таком полноценном оружии, позиционно. И не так уж легко будет перевернуть с теками. Ну, тут только один тек. Кстати говоря, тут Олафмейстер на Галиле. Кирбай берет еще АК-47. Но два девайса тоже выглядит уверенно. Вот хватит лип, пока активно раскидывают сайта. Да, нет, все же выход через винты не получится. БМФ преградил путь. Ну, хорошо, вот так вот взял и подкосил. Тут пока этих два минуса могут действительно создать все настроение. Конфиг наказывает еще и Калзеру. А где Кирбай? А Кирбай в режиме ожидания. Да, здесь, в принципе, для него больших вариантов-то и нет. Ну, и Пойзон у нас начал раунд предыдущий хорошо. Сейчас может еще сделать факт у Кирбай. И, в принципе, решить уже шансов всех в ФСК на выигрыш данного раунда. Ну, в общем-то, комплексити даже вперед должны проходить, поскольку денег в бейс не остается. Конфиг, кстати, ждет ту самую подсадку над красным. Но Тапчик успел повесить. Повесить Кирбай. Ну, можно еще ляпнуть где-то, знаешь. Ну, пару минусов, ну, 32 хп просто у тебя, и ты просто Калаш, что ты сейчас принесешь в руки своему Визави. И в следующем раунде тот же Пойзон сделает грязь вместе с ним, да. Стрельба подкачала. Так, комплексити. Так, Джейбайс дотянулся все же до Калаша, знаешь, что и подмечал, что не надо отдавать. И по итогу он оказался у защиты. Так, ну, Физы сами себе сейчас огромных проблем просто привозят. Начиная с первой половины, да, со счета 6-0. У нас сумели лишь три раунда по итогу забрать. Ну, и комплексити просто отрываются с плюс-даблью. Тут 9 по итогу набрали с того момента. Ну, экономически, да, для Фейс. Здесь другого варианта, в принципе, быть не могло. Так, комплексити начинают уверенную защиту, судя по всему. Сейчас отыгрывать. Крайне, на экономическом точно не должны никого терять. Здесь против блоков. Ну, знаешь, вот Фейс Клан продолжает настаивать на какой-то вот достаточно расслёбанной игре. Не вижу работы в парах. Просто вот Рейн вываливается из-под скалы и отлетает еще в полете. Прыжок Веры. Ну, и вот в этот прыжок Веры мы не поверили. Кирбай перезанимает позицию погибшего тиммейта. Калдзера тем временем уходит на сторону центра. Ну, и вот что по итогу смогут сделать Фейс Клан? Ну, Рокки вроде как там ждут за поджимами. Все еще будут ждать активных действий от комплексити, а те все не идут. И им не надо же идти. С какой целью? Играет против пестретов, хотя БМФ агрессия продолжается. Калдзера падает. А нет, он в себе стоит. Принимает. Кирбай. Вдвоем здесь остаются Фейсы. Ну, и комплексити здесь уже, безусловно, раунд запирают. Никого, слава богу, для них не потеряли. Ну, и в общем-то, 10-9. У нас комплексити уже выходят вперед. И, казалось бы, как все плохо для них начиналось, и как же они возвращаются в этот день. Ну, и, в принципе, Фейс Клан. Да, вот вчера БА и Джи им позволяли вот развязно действовать. Сейчас комплексити пресекают на корню все попытки. И просто Фейс теряются. Походу раунда посмотрим, что будет в этом девайсном. Но, в целом, по ощущениям, Фейс не на того уровня соперника. Сейчас вышли. Может быть, и да. Тут далеко еще до того, чтобы сложить оружие. Все же... Это еще и выбор команды комплексити стоит учитывать. Что, вот, конечно же, в защите у них есть определенная подготовка. И вот там плохо, хорошо играли против Виталити, не имея значения. Это уже второй игровой день. Обсудили ошибки. Блеймэф не встречается с Кирбаем. И то с разворота его увольняет. И вроде как одну голову сняло. В продолжении под Б. То есть, вот так же прекрасно. Никто ему не препятствует. Абсолютно чистая позиция. Только вот неподалеку, там, по-моему, Броуки на рампе. Да и все. Но Кирбай сместился ближе под винт. Да. Энтри получен. Сейчас Котфига удается пройти с разменом. Калдзера сразу рефраг сделал. Так. Ну и раш на восьмерке. Раш на восьмерке сейчас может стать ключевой фигурой в этом раунде. Если его не проверят, под Аплантом будет больно. У нас Фейзам. Но, тем временем, у нас под базу Б больше проходит тот же Кирбай. С девятки Поизон действует. Ну, три в четыре. Меньшество для них имеется. И вот от ДжКСа выходить, наверное, не самая хорошая затея будет для Фейз Клана. Имеется коллаж плюс хелпай еще в виде Поизона. Ну да. От ДжКСу, в принципе, не время геройствовать. Ему стоит, скажем, чуть посерьезнее отыграть под Б. И Кирбай, который оказывается прям рядышком, да, на прицеле у ДжКСа. Тот полноценно понимал, куда же вышел противник. Раш принимает на сайте. Так, ну вот позиция не читается. Фамос уже пережимает лофмейст. Опять, родится на броуке. И последний Калдзера 10 хп. Борьба против того же Рашен. Но стот не преклонен. 11-9. Комплексити выигрывает очередной байфейс Клан. Те не поставили бомбу. Следовательно, сейчас у нас раунд с пистолетами. Какая-то закупка была с Камасами, скаутом и с большинства. Просто комплексити сейчас... Просто вырывают уже окончательную инициативу по ходу этой карты. Кирбай, кстати, там жесткую оплюху Плэйм повесил. Так, ну и фраг полов достаточно тоже красив был. Друзья, 11-9. Комплексити продолжают отрываться от своих соперников. Ну и фейзы. Что же нам покажут дальше? В общем, вопрос. Рейн с мочок на аутсайд готовит. Ну вот деглы у нас пока что еще в раунд не заходил. Я от одного из коллективов. Было близко парочку раз, но не более того. Так, ну и фейзы. По секрету, вновь проходят. Хочется, наверное, больше активности на рамбах увидеть. Но вот боятся пока что туда у нас фейзы проходить. Ну нет, показаешь... Глись уже, да, в гкс в раунде предыдущем. Ну и то это у нас под пуш через аквариум. Нет Олафа нет уверенности. Вот это скажу, что только вот так. Тут вот сразу же настроение фейз клан в игре отличается. Вчерашнего игрового дня. Олаф за этот раунд сделал один минус. И продолжает уже через м4а4 двигаться. Ну тут как-то с мхп. Шансы настолько вот минимальные, призрачные, что скорее всего их и даже нету. Ну а вдруг если убить Раша, подай поставить бомбу. Хотя нет, тут Раш на контроле. И действительно тщательно выбрал позицию. 12-9. Всего лишь 4 раунда хватит комплекции для того, чтобы закрыть свой выбор. Знаешь, вот я боюсь, что это может действительно быть, есть ли там результат карты нюк в пользу комплексти. На Мирежеж у команды фейс против Бейджи было масса проблем. Да, там овертаймы были, близкий счет. Но никто не отменяет тех ошибок, которые делали фейзы и там из меньшинства. Противнику проигрывали. Тем временем, все же Райн оказывается на скале. Вот насколько я понимаю, Блейма никто не перепричитает. Впервые комплексицы настолько далеко зашли, Блейм разворачивается, Райн получает массаж спины. Ну и вот GKS. Твое время наступило. Колзара свое время делал минус 3. А вот GKS, новоиспеченный игрок в комплексе, Посмотрим, как справится, да. Он здесь соло действует. В общем-то, на хелпу рассчитывать не стоит. И позиция это идеальна для GKS. У GKS лишь это один минус его хватает. Здесь All of Master мгновенно его разменивает. Тем не менее, у комплексе большинство остается численное. И это может быть неплохая предпосылка. Для взятия очередного раунда Конфиг отыгрывает со Сквики. Пробрасывает еще под себя здесь флешку. Конфиг. Как же грамотно! Вот смок поджался, и это явно никто уже не перепричитает. Еще один дым залетает на сингл. Конфиг проходит через смок. Ну вот не знаю, это то, что по правой части у него Калдзера сидит. И Калдзера, он поглядывает за смоком. И все же тайминги должны предрешить исход этого раунда. Калдзера! Граната в руках. Нет, все же меняет обратно на девайс. И тот же был повержен подсайтом. Конфиг продолжает игру. ХЕшку набрасывает. Сколочно прилетает мимо оппонента. Пока ждет хелпы от тиммейтов. Ну и тем же временем двойное меньшинство добивает Броки. Голфмойстер последний. Ну была же инфа по Украине. Ну давай Конфиг жми! Но видим, что Конфиг погибает. Это стрима бума, чья инфа. Позиция в плане нычки. Да, друзья, нас Блейм добирает последний фраг. Не понимаю. Ты говоришь, позиция Украины. Ну да. Это стрима бума, чья у меня это было еще. Так это же все называют, кто играет в CS. На разных платформах. В принципе, других названий не слышалось. Хотя европейцы, знаешь, иногда используют что-то другое. Ну вряд ли не говорят Украиной. То, что вы вряд ли не это говорят. По ощущениям. Ну я просто привык играть в стаках. Не соло. Ладно, все, не суть. Это не важно. Какая разница, какая позиция. Если же по итогу Лофмейстер, имея информацию, не пошел убивать. Так сразу, знаешь, и сильно рисковал в том моменте отлететь даже без фрага. Так. Ну да, друзья. Очередной раунд у нас здесь. ВС-клан с плохой закупкой. До бомбы даже дело не доходит. Придется. В общем-то, просто сливают по одному. Здесь даже никакой интриги в раунде не присутствует. К сожалению. Я хочу интриги в матче. Я хочу красочных раундов, близких клачей. А нам команды демонстрируют просто одностороннюю игру. Сначала это фейзы 6 раундов укатывали там с клачем одним 1 на 1 от колдзеры. Ну и потом у нас череду раундов уже начали набирать сами комплексити. Ну и фейзов мы уже давненько не видели. Прям вот как парни начали проигрывать, так и сразу поникли. Ну, я все же рассчитываю на следующий бай. Ну вот видишь, прошлый раунд, казалось бы, колдзера встречается вот в дуэли. И просто вот стрельба подбила. И убил игрока. Если бы он там закрывался, там, ну, проще простого удержать сайд. Да, но как видим, особо здесь не пошло. Ну, в общем-то, у фейз забирает уже комплексити для себя стрик из... Так, если бы был счет у нас 7, 9, 7 подряд комплексити забирают в защите. Жестко, жестко парни берутся. И, правда, на диффенсах сегодня поработали куда лучше, это однозначно. Вчера против Виталия здесь очень много позиций было не закрыто, но против фейз этих сил уже более чем хватает. Так, ну и фейз клан. У нас очередная раскидка улицы, в общем-то, через нее собираются отыгрывать. Вчера мне от фейз травились быстрые раунды по данным. На самом деле, там, через коктейль Молотова, через флешки влетали и вообще печали не знали. Почему сейчас они это не делают, пока что непонятно. Ну и какая неизвестность, Blame F открывается из-под дыма. Двойное убийство Броки. Отвечает, но вот насколько вот эффективен будет данный прострел, пока совсем неэффективен. Ведь два противника оказываются у цели под Б, прямо у ближних берегов. А здесь пусто, и нам на это намекает оператор. У меня здесь уже подтягивается игрок на рампе. А кто же там у нас играет? А там Пойзон. Ну, Пойзона ВП, если же забросить его флешкой, можно еще потом дым накинуть и поставить бомбу. Почему бы нет? Ну вот главная проблема коллектива комплекса, это Лофмейстер, который разгулялся под лобби. У него вообще никакой информации не присутствует. И вот беда может произойти. Нет, все же Пойзон возвращается позицию, но и тот все же убивает оппонента. Пойзон обратно под Б оливает. Там выходящие теряются. Там, на самом деле, повезло Броке изначально еще, что двоих сразу не зацепил. Но, тем временем, у нас Пойзон не прощает после второго выпада. Друзья, загрузите уверенность, покажите свой ультра-скилл, мощный клатч и затащить свежесть от него и Амэн Ультра. Ну и здесь просто Пойзон вытаскивает... Ну и так, простой раунд, да, в принципе, был, там и без его двух фрагов под окончание... Ну, далеко не простой. Знаешь, там Лофмейстер, вот решающая позиция, заходит в спину. Если бы Пойзон не вернулся, то все могло быть чудовищно. Секундочку, если вот там Лофмейстер, вот предположим, что заходит в спину, это раунд. Я про это говорю, что... Ну да, большинство, но вот за счет Лофмейстера можно было вернуться в раунд. Но, тем временем, у нас все же девайсы присутствуют. Два Галила, правда, вот с наличием фейс-клан. И Комплексти еще раз попробует поджим. Леймэф не смог зацепиться за убийство наверху. Теперь вот... Образовещается под мейн, не знаю, вот Кирбай. Будет ли перестрелка? Да, будет. Леймэф оступился, упал, очнулся уже либо в следующем раунде, либо на следующей карте. Это нам еще предстоит узнать. Вдруг 4 в 5. Ну, знаешь, просто вот та же статистика после вчерашнего дня. Вот если интрифраг, поезы забираю. Нету интрифрага, пока. Поглядим, поглядим, насколько это сейчас работает. У нас Рейн, кстати, конфиг находит размен. У нас раш вливает сейчас под мейн, видит уже текстурку Кирби, сразу выдает этот фраг. А вот и большинство уже для Комплекстики, и глаза не моргнули, как все становится для них чудесно. Видит на аутсайде Бойзен Рейна, забирает его, раш так расправляется, как он так же с ним дает. Друзья, Комплекстики в защите просто непоколебимой. Здесь, кроме пистолетки, в принципе, ни раунда не отдали. И вопросов к защите от Комплекстики сегодня не возникает ни малейших. Очень стойкий. Я хочу вот посмотреть по этому матчу, что у нас там вот по фрагам получилось, кто больше всех настрелял. Ну, чувствовалось то, что Бойзен у нас классно гулял по карте. То есть вот Блеймэф вообще вот его вклад в игру на карте нюк был огромнейший. Все поджимы под центр, плюс Блеймэф у нас разменивался очень четко в клачах. Вот по фрагам конфиг на первом месте, 30 убийств. Блеймэф 26. Ну, Олаф вообще не хватило. Вчера Олаф неплохо, да? Олаф вообще 9. А вот по итогу первой половины было у нас, по-моему, 4 фрага. Переходил. Ну, ладно. Сейчас вот аналитики все это будут обсуждать, а мы пока уходим на небольшой паузу.